Судя по всему, Иран настроен пессимистично по поводу возобновления ядерной сделки и улучшения отношений с Соединенными Штатами. Он ищет союзников и партнеров повсеместно, и, конечно, Китай и Россия подходящие для них страны, поскольку у них такие же недружественные отношения с Вашингтоном. Так что для Ирана вступление в ШОС позитивный шаг, он позволяет в каком-то смысле выбраться из изоляции, и уверен, они будут извлекать максимально возможную выгоду из этого. Я не думаю, что речь идет о клубе стран-изгоев. Скорее, они находятся в поисках государств-изгоев, чтобы была возможность работать сообща. При этом никто из них не хочет полностью отказываться от взаимоотношений США или чтобы их воспринимали исключительно в качестве противников Америки. Что касается Китая, подозреваю, он готов предложить России какую-то экономическую помощь, которая будет предоставлена очень осторожно, чтобы не спровоцировать новые санкции. Но я не могу представить, чтобы Китай пошел на предоставление какой-либо военной помощи. Они, очевидно, не хотят оказаться вовлеченными в войну в Украине, которая, похоже, будет длиться дольше, чем кто-либо ожидал, даже если Россия не проиграет. Путину не нужна, скажем так, вербальная поддержка. Путину нужна, прежде всего, поддержка практическая. Речь идет о деньгах, речь идет о технологиях, речь идет о создании какой-то общей финансовой системы и вообще какой-то замкнутой экосистемы, противоположной США. И вот тут, я думаю, что Путин ждет жестокое разочарование, хотя я уверен, что большинство аналитиков в России это прекрасно знают. Более триллиона долларов товарооборот между Соединенными Штатами и Китаем. Конечно же, Китай не будет рисковать этими отношениями для того, чтобы создавать какую-то замкнутую и изолированную от США экосистему с партнером, который, мягко говоря, не в его высовой категории. А что касается участия Ирана в Шоссе, оно более органично, скажем так, смотрится, нежели участие России. Потому что Россия в данном случае, действительно, Россия отказалась быть европейским государством, а в Азию, в настоящую Азию, я имею в виду и Ближний, и Дальний Восток, Россию вряд ли примут в силу очень многих причин. Поэтому такие вот свои среди чужих, чужие среди своих. Конечно же, страны-изгои, тем более Россия и Иран, они больше не товарищи, по несчастью, они больше конкуренты. Они больше конкуренты в том плане, что, например, на китайском и индийском рынке Иран в свое время занимал монопольное положение в силу того, что Россия продавала задорого свои энергоресурсы на Запад. Соответственно, Иран мог спокойно продавать свои энергоресурсы в Китае и в Индию. Сейчас у Ирана появился конкурент.